МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вы и программа Музея звуков, и мы находимся в Государственном музее имени Абулхана Костеева. У нас обычно идёт союз двух муз, но сегодня будут музы-три. Это изобразительное искусство, живопись и танец. Я задумался над решением вопроса, когда же появился танец в Казахстане, когда он родился, и как это происходило, когда очень давно, наверное, лет 50 назад, отец из Ленинграда привёз вот эту фотографию. Как видите, здесь явно представлена танцевальная сцена, танец в юрте. Я открою вам секрет. Вот это сидит Даулит Кирей, Даулит Кирей Шагаев, Великий Киши. Это художник Чередеев в составе экспедиции фольклорной посетил юрту Даулит Кирея и сделал вот эту изумительную зарисовку этой жанровой картины. Явно танцевальная. Это 1854 год. Середина 19 века. Свидетельство, что были танцы, да ещё какие интересные. Но здесь, в музее Абулхана Костев, мы можем получить ещё дополнительные, очень интересные сведения о рождении казахского танца, об его отражении в изобразительном искусстве. Но для этого я обращаюсь, естественно, к сотруднице музея. Оксана, скажите, пожалуйста, вот где появляются первые вот такие вот изобразительные моменты казахского танца? У каких художников? Я помню ещё вот в 19-м, не только вот это, я помню какую-то картину Верещагина, ну не танец, но жанровая сцена. Охотник или Беркучи у Верещагина, помните, замечательная, да? Кто ещё из художников приобщался, так сказать, притрагивался к казахскому быту? Ну, прежде всего, конечно же, это Николай Гаврилович Хлудов, да, небезызвестный. Ведь в 19-м веке, в конце его как раз-таки в Казахстан приезжает большое количество экспедиции, в составе которых как раз-таки были художники. Вот как и в этом случае. Конечно, а Хлудов, ведь он же жанровые сцены, да, изображал, вот какие-то особенности национального быта, уклада жизни, кочевого народа. Более того, здесь, в нашем городе, ведь он тогда ещё открывает изо-студию, когда ещё не было училища, да, художественного, когда ещё не было, тем более, академии. А эту изо-студию заканчивают ведь многие известные сегодня художники, например, Абулхан Костеев, родоначальник казахского искусства, казахстанского. Ну и откроем немножечко, конечно же, как рояль в кустах, так что мы не случайно начинаем эту передачу именно у этой картины, да, Костеева, которая называется «Колхозный той». Она в каком году создана? В 37-й год. В 37-й год. Вот свидетельство очень интересное. В 37-й год танец уже вошёл в жизнь, в быт казахского народа очень активно. Ну и поподробнее несколько. Я могу сказать, что мне сразу привлекает, что сопровождение этого танца две, дамбры, кубы, ксабызгы, это чрезвычайно интересно. Ансамблевое сопровождение. Но и что ещё здесь? Так это явно удивляет. Ну, всех завораживает, буквально каждого посетителя, музея, этого зала завораживает то, как Абулхан Костеев очень интересно сопоставляет две реальности, да, вот национальную, национальные уклады, и сравнивает их с современным, с той современностью, с тем современным образом жизни. Ну, то есть, вот, например, национальный костюм этой танцовщицы, ну, или, вот, допустим, такой атрибут той современности, как красная косынка, красные галстуки. А музыкальные инструменты, да, здесь, в этой части, национальные, а тут патефон или громадный? А, да, это же патефон просто стоит в палатке. Ну, и сама палатка, смотрите, палатка, переносное жилище, юрта, фрагмент, по крайней мере, национальный дастархан, или больше такое европейское, да, застолье, то есть сопоставление, сравнение. 30-е годы – это самый расцвет вот этого вот изобразительного искусства здесь, в Казахстане, советское искусство. Да, да, и вот эта картина о Болхане Костео, пожалуй, замечательный пролог к нашей сегодняшней цели. Казахстане И как интересно, искусство танца получило такое мощное развитие, что не случайно, вот, оперный театр, да, именно здесь развивается уже профессиональное танцевальное искусство, классический балет, и национальный балет в классическом, так сказать, притворении тоже родился здесь. Ну, об этом мы поговорим подробнее несколько позже, но замечательные художники были причастны. Вдохновлялись, вдохновлялись здесь. Сергей Калмыков – художник-загадка, художник андеграунда, да, это человек, который, ну, наверное, будоражит воображение до сих пор, как просто ценителей прекрасного, так и профессионалов, занимающихся изучением изобразительного искусства национального. Ну, что касается Калмыкова, то он же в оперном театре, он был художником, художником театральным, декоратором. Да, то есть не только декорации, но и костюмы, и вот этот портрет, такое целоморозное воображение танцовщицы, по-видимому, это князь Игорь, насколько я понимаю, половчанка, говорит, ну, это изумительное свидетельство и самих танцев, и переход к классическому балету в искусстве танцев в Казахстане. Калмыков. Калмыков. Если говорить, друзья, о оперном театре, о профессиональных артистах и о профессиональных художниках, запечатлевающих это артистов, это, конечно, художник Гуля Исмаилова и её портрет великой Шары Женкуловой. Вот здесь бы мне хотелось услышать ваши комментарии, потому что здесь так много музыки в этой картине и танца, движения. В чём именно, как художник, вы видите, как искусствованец? Ну, Гульфорус Исмаилова, это, если будем рассматривать художников-казахстанцев, то это одна из первых профессиональных уже мастеров. Кроме того, что художник театра, она ведь ещё делала творческие работы, где появлялись как раз-таки в основном женские образы. Ну, прежде всего, это оперные исполнительницы, это актрисы и, конечно, танцовщицы профессиональные. Танец для Гульфоруса Исмаиловны и вот музыка, да, сопровождающая этот танец, она проходила сквозь... Ну, что важно для художника, ну, для живописца? Цвет, конечно же, да, в основе цвета. Цветом, движению кисти, цветом она передаёт вот эту всю динамику, все эти звуки. Ну, вот, посмотрите, здесь свободный, раскрепощённый мазок, да, очень тонкие переходы, да, цветовые, которые, собственно, и задают вот эту динамику, этот поворот юбки. Обратите внимание отдельное на пластику рук, да, это отдельная песня, ведь насколько это... Это легенды ходили о пластике рук шары, что она делала руками, но это ведь один из характерных элементов казахского танца. И вот именно в изобразительном искусстве мы черпаем эту информацию, что же было характерно для казахского танца, на примере шары Жейцбурова. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Д grievа знаменитый казахский вальс. И первой исполнительнойавей была конечно же куляш великая. Вальс, вот что. А у нас есть яркий пример музея. Посмотрите пожалуйста вот сюда. Роскошное произведение Анны Костиной, выпускной вечер. И можно конечно предположить, что здесь играют казахский вальс. А может быть и нет. Можно слайда за землю. Во любом случае rечь идёт Это городской молодежи, здесь другой элемент. Но что касаемо музыки, ее слышно в движениях, опять-таки, этих юбок, да, вот шелест этих юбок, в пластике. В красках этих светлых радостях. Это бажор, красивый бажор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!